Привет, друзья! Сегодня я продолжу тему об истории эстрадной музыки в нашей стране. И всё это относится к блоку, ну, к плейлисту вот с этой картинкой. Поэтому, кто ещё из вас не знаком с этими моими лекциями, ну, я советую посмотреть в этом плейлисте хотя бы фильмы, которые предшествуют по времени этому видео. Ссылки даны в описании. Итак, по шкале времени мы сейчас находимся в 1972 году прошлого века. И сейчас мне хотелось бы обратиться к своему более раннему фильму. Поэтому давайте вместе посмотрим. Пожалуйста. Что же было в нашей стране в то время? Ну, представьте себе. В продаже, в широком ассортименте, были виниловые грампластинки. Ну, а сейчас что? Всё на флешке. Даже диски, CD-диски, почти не продаются. В стране повсеместно. На заводах, на фабриках, в организациях регулярно митинги, съезды, собрания. И все голосуют единогласно. Всё одобряемся. Всё подчинено одной идее – построению светлого будущего. Пионерия салютует. Будь готов, всегда готов. В клубах кипят страсти. Самодеятельность развивается и бушует повсеместно. Также развивается спорт. Ну, а в области балета мы впереди планеты всей. А вот потребительские товары для населения, ну, а также мода, эстрадная музыка – всё это отставало от Запада. Если говорить о музыке, то у нас официально считались первыми исполнители не те, у кого были диски-миллионники. Согласитесь, так ведь и должно быть. А те артисты, чьё творчество было оценено за идейные и художественные достоинства. Именно таких артистов награждали разного рода премиями, наградами, званиями. А идейными и художественными считались патриотические песни, гимны партии и коммунизму, песни о Ленине, песни о комсомольских стройках. То есть всё это как бы называлось политическим эпосом. Ну, а без песен о Великой Отечественной войне – ну, просто никак и нигде. Вот такая была картина Масла. А всё, что происходило на Западе, у нас было запрещено к показу и к радиотрансляции. Так какая же музыка была на Западе в то время? Давайте посмотрим. ПОДПИШИСЬ! 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 Мне хотелось бы сказать о вокальном дуэте из Великобритании «Саймон Энгфанкл». Дело в том, что альбом с этой песней, которую вы сейчас слышите, побил все рекорды продаж грамм-пластинок Великобритании и стал впервые в истории обладателем Грэмми в трех номинациях. Грэмми в трех номинациях. Грэмми в трех номинациях. Медленную лирическую песню. У нас это был всегда особый жанр. А где мне взять такую песню? Эту песню спел грузинский ансамбль Аррера. И в те годы она была, ну, просто сверхпопулярной. А если говорить о дружном застолье, то народ ее пел с особым надрывом, если так можно сказать, со слезами на глазах. В конце 60-х, а точнее в 68-м году, в кинопрокат вышел художественный фильм «Неуловимые мстители» кинорежиссера Эдмона Киасаяна, в котором прозвучала замечательная песня «Русское поле» в исполнении также замечательного киноактера Владимира Ивашова. После этого было выпущено еще несколько серий, но что важно, в 69-м году этот фильм стал лидером кинопроката в Советском Союзе. Ну, а песня из этого кинофильма стала настолько популярной, что она входила в репертуар многих популярных певцов, ну, таких, как Лев Лещенко, Евгений Беляев, Валерий Абонзинский, Иосиф Кобзон. Ссылку на эту песню я даю в описании под этим видео. Ну что ж, вот приблизительно такой репертуар отражал музыкальные события тех лет. На этом я бы хотел с вами заранее попрощаться и пожелать всем вам удачи, успехов, здоровья. И если коротко, то напоминаю вам по картинкам названия моих плейлистов. Итак, мы сейчас в плейлисте «Музыка СССР». Вот этот плейлист. Вот этот плейлист называется «Журнал «Мьюзик Скай». А этот – «Мои путешествия». Этот называется «О всяком разном». А вот этот называется «Песни». Также есть вот этот вот плейлист. Он называется «Мои авторские песни». А этот называется «Саксофон». И еще есть плейлист, который называется «Каверы». Итак, встречаемся, как всегда, по вторникам и пятницам регулярно в 11.00. Обязательно подписывайтесь на мой музыкальный журнал. Всего вам хорошего, ребята. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok